Всем привет! Привет, мои котятки, мои персики, хайпичес, пичес! С вами я, Эфи Пинкман, я рада приветствовать вас на моём YouTube-канале, спасибо, что смотрите, спасибо за ваше внимание, и расскажу немного, что будет в этом влоге. В этом влоге вы увидите кадры из Турции, немного рефлексии и философии о том, как поступают мужчины, что они делают, это не обязательно относится к моим мужчинам, или не обязательно относится это к последним моим мужчине, или даже предпоследним, как угодно. К какому из мужей это относится, будет знать только он и я, наверное, судя по видео, потому что не всё то, о чём я говорю сейчас, происходило вот прям недавно. Это могло происходить очень так давно, не так, чтобы слишком, но уже больше какого-то года, там, двух, не знаю, по-разному. Просто какие-то ситуации оседают в твоём сознании, и ты не можешь от них избавиться. Этот карантин, например, заставил меня покопаться так глобально в своём сознании, и, может быть, бы я и не хотела рефлексировать, но когда ты находишься наедине с собой долгое время, всё равно это происходит. И лучше об этом сказать, чем не сказать, потому что жизнь проходит, а если что-то остаётся осадком, то лучше высказаться, чем не высказаться. Я уже это поняла. Когда-то я давно пережила многое в себе, я многое не рассказывала вовне, но так как я теперь веду YouTube, и я думаю, это в какой-то мере обязывается всё-таки делиться какими-то мыслями, и, в принципе, мне это нравится. Отчасти, может быть, это какой-то постмодернистский подход моего YouTube, потому что я не люблю суперхронологичный подход в создании чего-либо, в литературе, в видео. Я люблю такие флешбеки, рефлексии порой, но иногда и экшен. Иногда вы увидите couple lifestyle, иногда вы увидите ещё что-то, какие-то тусы, иногда какие-то норовоучения, может быть, советы, то, что происходило до этого. Так что в ближайшие две недели вы точно будете наблюдать какие-то мои влоги, может быть, в ближайший месяц будете наблюдать влоги с Турцией точно. Дальше мы увидим, что вы будете наблюдать. В любом случае, мне нравится делиться на YouTube своей жизнью, своей придуманной жизнью, своей жизнью из трансёрфинга, своей жизнью в формате реальти-шоу. Всё это выдумка, блеф, кино, игра, что угодно. Я не уверена, что можно считать в этой реальности правдой. Всё это какая-то симуляция внутри игры, и мы внутри неё. Это какой-то особенный странный театр в этой универси. Но в любом случае, это очень интересно смотреть. Меня многие влоги расслабляют в плане, я смотрю эти влоги, и они на меня наводят приятно ощущение, типа как АСМР. Только для глаз и для сознания. Короче, в этом влоге вы увидите просто прогулку по Стамбулу, по центру города. Также я буду рассуждать периодически в этом влоге вообще о мужчинах. Это не обязательно относится ко мне, это может относиться к собирательному образу мужчин и женщин, об их взаимоотношениях, всё, что я вижу вокруг. Есть один человек в моей жизни, о котором очень сложно забыть в силу некоторых обстоятельств. Может быть, со временем вы поймёте, может быть, со временем я скажу, что же это за история, такая, которая меня так сильно возмутила, потому что какой-то период в своей жизни я не афишировала, я была очень занята и очень счастлива, с одной стороны. Сейчас я, в принципе, ещё более счастлива, но я решила делиться своим передвижением по миру, какими-то моментами. Не всем я делюсь, опять же, но какие-то моменты я монтирую для вас. И, в принципе, я рада, что вы со мной. Терпеть могу Инстаграм и всё, что связано с Фейсбуком и Ютуб. Я надеюсь, я не вас ненавижу. До сих пор мне очень нравится сюда загружать ролики. И, короче, посмотрим, как будут развиваться события. В любом случае, в ближайший месяц, я думаю, вы будете наблюдать влоги из Турции, летние влоги. Это было классное лето, и оно было, в принципе, весёлым, за исключением некоторых моментов. Было оно необычным. Я поняла, что я могу опять полюбиться, и это очень необычно для меня, потому что я подумала, что нет, это уже не про меня. И всё-таки, да, жизнь продолжается, и всё прекрасно. И жизнь до этого у меня продолжалась. Просто у меня есть, как говорю, один какой-то незакрытый гештальт, или как это называется, короче, какая-то ситуация, которая меня не отпускает. Но на самом деле внутренне я её уже отпустила, но подумать о ней, поразмышлять для видео, у меня ещё всё-таки такая идея возникает. Вот. А на самом деле я хотела записать просто кусочек видео, и чтобы он не был длинным, это будет интродюс. Уже получилось, я наговорила на 10 минут. Короче, движемся во влог, поехали. Субтитры делал DimaTorzok 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 aj Вот так вот. Форта-каусу. Оранж-жуус. И здесь есть еще раз мясо. И вот это вот. Получка. Вот еще нормально. Такие дела. Так обдуйте. Ну все, теперь можно продолжить свою работу. Делать наполно. Теперь стирает машинку. Короче, вот так. Пожалуйста. Давай, давай. Вот это кусок. Я понимаю. Не стоп. Кстати, если вы больше посмотрите на сайте Passport and Index, там достаточно актуальная информация. Есть несколько стран, которые не совсем правдивы. Говорят, что там нужна виза, не нужна виза, что там делать это. Уже знают опытные путешественники. Но в любом случае, в основном там очень правдивая информация. Это вообще официальный сайт. Это Passportindex.org Вот. И там можно отследить, то есть ввести свой паспорт. Гражданином, какой страной вы являетесь и держательного паспорта вы являетесь. И, соответственно, посмотреть страны, которые пускают вас. Ваша задача выехать из вашей страны и дальше уже поехать дальше. Вот. Так что там многие страны сейчас принимают туристов свободно. Даже без визы. А некоторые страны просто можно запросить электронную визу. В путешествиях очень важно включать мозги. Как, в принципе, по жизни. Кстати, я это видео записываю 6 июля. Но, вообще, это актуально было и до этого, и после этого будет актуально. Короче, вот так вот. Это особенно, наверное, будет инсайдом для отчаявшихся выехать из своей страны. Бонбал. Пошу mine. У меня вообще раздражает здесь быть, потому что, я сейчас отключился по своему лучшему царству. В Дубае. Хочу в клуб. Я эту песню слушаю уже полдня на репите. Хочу что-то поесть. У меня в голове нет мыслей. То есть, Андер, очень хорошо. Когда мне этим сказать, значит, я очень хорошо. Ну, либо я в предвкушении чего-то, потому что случится. Я могу тебе помогать. Пока я печусь. В Турции это ***. Они так странно звучат. Как печели. Я уже так сильно переболела, потому что, я думаю, что это был коронавирус. Это что-то арабское. Это радует мой. Дорогие слова. Радует мой сердце. Бубы у меня, вроде, прошли после инъекции. Как у вас за ваперчика? О май гад. Моя жизнь похожа на какой-то спектакль. Постоянно, когда они живут в этой стране. Человек-постоянно, когда они живут в этой стране. Моя жизнь похожа на какой-то спектакль. Удивят, как они живут в этой стране. Моя жизнь похожа на «коррогер». Я уже видела, в этой стране. Я тоже видела, в этой стране. Лизовала только одна летняя, а сейчас вот 9 июля, например, и они только начинают работать. Тут всё закрыто было. Так страшно, что обычно вещи сидят в 10 июля, это самое нормальное. Играет музыка. Крайне скучно поговорить, даже даже не скучно. Иду, и боюсь проскользнуться на этом палом. Иду, иду, иду. Это улица еще больная, не прямая, но есть вертикальная улица. Они еще на них ездят. Продолжение следует. 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 Ещё какие страны я не люблю, это вот кипр и плачинка все постольку-поскольку мне нужно кое-что сделать, я не ожидаю у неё кое-чего, как у меня улетает. Так мне нравится эти страны. Проминает некоторые люди по этой 나레. По этой 나레. Что ты делаешь? Иду я обратно. Очень важно, как видите, тебя окружает. Если тебя окружает вот так уже, то что будет вообще. Это что-то новое, наверное, на колесе. Что-то новое на колесе. Что-то новое на колесе. Что-то новое на колесе. О, мой гад. У меня в Станболь всегда грустно. Я не знаю, почему. Помните, тогда, когда мы с подружкой были здесь. Мне тоже, скорее, хотелось в Дубай. Мне тут вообще было дурно. Сейчас то же самое. Прямо это не моя страна и всё. И это какая-то новая операция, не очень вкусная. Схемпляя фарша! Что-то, что-то новое, они же так же живут. А что-то здесь есть. Прямо. Это очень вкусно. Да, это очень вкусно, правда. Это очень вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нравится мой потолок. Красивенько. Третий человек не может забыть всё своё, не хочет его забыть. Поэтому всё. Ужасно влияет рабочий способность на все, что любо стопчилось. Что очень тяжело жить со вспоминаниями. И поэтому столько фильмов про стирание памяти. Не столько. Самое великолепное сияние истинное разуме. Даже в клоне. Если бы вам никогда не встретилась, то она и приняла свою судьбу. Иван тоже. Что? Встреча. 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 Пока никто не умер. Всё возможно изменили. Особый вид отношений. Слушать музыку того, кого ты любишь. У нас всегда. Да, любовь существует. Любишь много лет. Мы любим Дипхаус. Любить всю жизнь любил. А до этого любишь сейчас. Что бы ни произошло. Это точно болезнь. Но ничего поделать невозможно с этим. В плане, что бы ни случилось любить кого-то, это с одной стороны неправильно. Потому что случиться может что угодно. Не самое такое хорошее. Но. Как показывается жизнь. Логики в любви нет. Да. Тот, кто даёт тебе всё, ты его не любишь. А тот, кто забрал всё, уничтожил тебя или... А. Тело много. Впоследствии. Плохо. Сначала хорошее. А потом плохо. Потом. Со временем всё плохое стирается. Забывается. И так постоянно. Настальгируешь, пребываешь в это настроение. Не вспоминая прошлого человека. Кем он был. И кем вы были. Да даже смотря на последние месяцы отношений. Что всё равно. Вроде бы всё могло быть нормально. Но ведь это я так решила. Я решила уехать. Я решила уйти из его жизни. Я решила оставить эту историю. Не знаю на какой срок. Просто оставить. Я даже не думала. Навсегда, не навсегда. Думаешь, почему так? Знаешь, телефонная история из телеклона. 20 лет. Они мозг друг друга делали. Всё-таки они вместе. И. Что только в жизни не бывает. И. Конечно. Если люди этого хотят. Но. Просто самое неприятное. Когда. Всё произошло. Из-за денег. Из материальных. Дёрок. Что нам обоим нужно больше. Что нам. Нужно так и сяко. А тот момент. Да. На самом деле. Мы прямо два свого пара. Ээээ. Это даже странно. Что мы зеркалим друг друга. В худшем об лучшем. В худшем об лучшем. Когда я говорю, что любви нет. Просто это обида, злость. Всё. Хотя. Прокручиваю всё назад. Я понимаю, что он обиженный. Тоже можно понять. Как он старался понять меня. Я старалась понять его. А на самом деле. Мы пытались понять одно и то же. Что делали мы сами. Сначала делала я. У меня были причины. Потом делал он. У него были причины. Потому что делала так я. Потому что он обиделся на меня. Но я делала что-то. Потому что он мне этого не мог дать. Когда ты золото тебе кажется, что всё навсегда. Навсегда пока. Навсегда прощаю. А потом. Опять. Когда люди не могут найти успокоения в других отношениях. В других браках. В официальных браках. Что угодно. Дети. Не дети. Это не важно. Потому что. Есть что-то более тонкое другое. Это любовь. Которая. Между людьми. И это не секс. И это не гормоны. И это. Вопреки. Действительно. Любовь. Это то, что вопреки происходит. Казалось бы. Вот. Другой мужчина. Дает тебе всё. У него много денег. Которые он дает тебе. Обеспечивает тебя. Это. Шедер к тебе. К примеру. Или вот. Девушка заглядывает тебе в рот. И. Делает всё, как ты хочешь. Но ты её не любишь. И. Ты любишь ту, которая не заглядывала тебе в рот. Или. Ту, которая. Трипала тебе нервы. Или. Ту, которая. Ммм. Наоборот. Действительно. Ты постоянно говорил, что она ураган. Что она торнадо. Она тайфун. Она снятается на своём пути. Когда она появляется. А. Всё начинает рушиться. Все сходят с ума. И это действительно так. Когда я появляюсь в деду. И. Он как на войне. Ему это не нравится. Он хочет быть релаксом. Потому что много работы. Много тела. И вообще. Мужин должен быть релаксом. В отношениях с женщиной. А в итоге. Одна сменяет другую. Впоследствии. Много времени. И. Девушки так же. Или муж. Которого она не любит. Много времени. Потому что. С ним нет того. Что она чувствовала. Хотя. Что он едовал. По сути. Всё это настолько. Что-то. Что-то материально. Что-то нет. Но. Там была. Великая перспектива. Потому что. Они были об одном. Действительно. Не противоположности притягиваются. А. Одни и те же лет притягиваются. Похожи. Вот. Да. Ну. Или. Очень важно. Чтобы. У одного что-то было. Что. Чтобы зацепилось. Как пазл за другое. Что. Например. У одного есть потребность в этом. А тот. Может утворить эту потребность. Он старается. Стараешься. Потом. Что-то поломается. И. И. Все сходит с ума. Потому что. На расстоянии. И. В. Режиме. Режиме. До того. В ожидании. Прекает. Добавляется его паранойя. Добавляется. Что? Что там. Не знаю. Если так странно. Что пупсик. I'm happy. I'm dancing so. As I feel you. From distance to me. No matter how many thousands of people. И ты нас. I feel you. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 То есть когда ты понимаешь, что у него есть внутренние принципы, внутренние стержни и собственное желание что-либо делать, что-либо не делать и какие деньги тут не помогут. Вот. Что еще хотел сказать? Короче, если все девушки мира объединятся в этом, что они не будут просто так, даже ходить на свидания просто так, ну окей, заплатил за ресторан, заплатил там в состоянии, например, вы куда-то поехали, на чем-то покататься там, не знаю, что угодно. Этого недостаточно, чтобы ты проводил с ним время. Время стоит денег, время не стоит чашки кофе, время не стоит съеденных блюд и покатушек, нет. Это должны быть подарки, которые останутся у тебя, это должны быть деньги, которые останутся у тебя. Подарки должны быть высоколековидные, валидные, релевантны твоему настроению, состоянию, запросам, понимаешь? То есть лучше это будет брендовые тесы, брендовое золото, деньги, и ты не платишь, ты не встречаешься за что-то конкретно, то есть, например, он с тобой спит после этого, нет. Пусть он добивается тебя, пусть он что-то делает для тебя серьезное, чтобы потом у тебя не было разбитого сердца, что ты просто так проводил это время. В любом случае, как бы не развивались отношения, то есть, это самое минимальное, что он должен делать. Подарки, деньги и все прочее, и не за секс. А дальше еще больше, естественно, и машины, и дома, и квартиры, и все вот это. И на чувстве вины тоже можно делать большие деньги при желании, но это вообще такой уровень бич прям высокий, потому что когда девушка не говорит, иди нахуй, ты не изменил, я тебя больше не хочу, не люблю, она вот так выкрутит яйца, что он жить не хочет без того, чтобы он не загладил свою вину. Ну, а как он будет загладить свою вину? Что, трахнет ее, что ли? Нет, она не даст ему, во-первых, во-вторых, короче, он будет действительно чувствовать свою вину настолько, что какую девушку он теряет, такую жену, девушку, неважно, здесь важна ценность девушки для него, то есть, ты должна составлять ценность уже не только тела, но и той самой души и сердца, ну, то есть своим мозгом, понимаешь, своим мозгом, мозг, я тебе говорю, поможет везде. Вот, ну, для этого нужно, естественно, научиться, и с самой разной специальности ты должен быть, и вообще-то тебе должен быть очень широкий кругозор. Вот, это все, что у меня крутится сейчас в голове почему-то, почему-то, смотри, ну, вот, сейчас буду делать свои дела, и встретимся позже, будем, иногда, когда у меня будет настроение, буду рассказывать такие штуки, и пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, все, всем пока, бай-бай. Это, как я говорил, о чём-то, под soybeans и поиме. По-чём-то, например, я называю письма, который рассказал, что я выделил, или по-разумам, Вы можете выбрать его, например, по-разумам, 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 по-разумам. Оð АТР и United Kingdom над which one elsewhere ? Например, Сингапур Один из самых хороших паспортов УА, Америка, Лондон Британа Сингапур Сингапур Где ты? Сингапур И теперь ты можешь видеть что здесь Кир Короче, для моих русских поклонников фоловеров здесь вы можете сравнить паспорта и в данном онлайн-режиме в настоящем времени вот прямо сейчас куда вы можете с вашим паспортом влететь где нету COVID-19 бана и вот здесь зеленым отображается здесь видите e-виза это значит вы можете заказать и визу через интернет это то есть у вас есть шанс так скажем вот отображается зеленым здесь для русских страны куда они могут полететь но им нужно просто выехать из России сейчас начало июля я записываю это видео в принципе я говорю это было и до этого актуально вот виза on arrival вы можете в Узбекистан даже поехать для тех кто там рядом все живут в Сингапур вы можете заказать визу вот так и куда может поехать тут 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 вообще это правда что имея сильные паспорта вы уже человек имея слабый паспорт вы уже пять часов наполовину человек ну это современный мир и реальность политика и все такое это это даже прекрасно потому что коммунизм это утопия вот смотрите Беларусь для всех свободна как есть такие страны каповерде доминиканская республика эквадор для всех свободна что еще что еще так 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 визу 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 подать и именно когда вы понимаете если как людей рабов не будь себя потому что когда вы понимаете себя это возможно потому что так как вы ненавидеть даже если очень медно будет делать вы все равно придете и в какой-то момент начнется ускоряться, то есть поначалу все очень медно идет настраивается вот прям вот будто бы все сложится, то есть это формируется целая новая нейронная сеть, потому что это мозг строит новую реальность и реальность подстраивается под наше восприятие жизни, то есть мы не видим себя иначе, как вот так вот и тогда реальность показывает тебе новую жизнь, то есть ты видишь себя путешественником, ты сегодня здесь, завтра там или ты какое-то время здесь, потом следующую неделю там и у тебя все будет так, ты будешь работать онлайн, ты будешь работать в политике, ты будешь работать с финансами ты будешь заниматься инвестициями, ты будешь заниматься всем тем, чем занимается свободный человек, не раб системы, а свободный человек, который систему строит, делает, создает своими делами, своим сознанием в первую очередь. Сознание определяет на тебе это правда. Те, кто не боится, те, кто проверяет эту жизнепрочность, идут, несмотря ни на что. А что может случиться, самый плохой, как я уже говорила? Ну что, ну умрешь ты, и что? А так ты проживешь дебильную жизнь, тебя это не пугает? Тебе это нормально? Лучше, я считаю, рискнуть, попробовать и посмотреть, что будет. А если даже не получилось, то попробуйте еще, и еще пока не получится. Этим отличаются успешные люди от неуспешных, неудачников, скажем. Которые всю жизнь сидят, трясутся и боятся. Вот так вот. Жизнь не дает гарантии, и ничего, никто не может тебе гарантировать. Нужно действовать в соответствии с новыми реальностями, то есть с новыми реалиями. Когда жизнь бьет тебя по голове, ты в ответ держишь удар. И не даешь ей ударить тебе по голове, или ударяешь, или трахаешь ее в жопу. Просто трахаешь эту жизнь так, как нагибаешь ее, и тогда она повинуется тебе. Рано или поздно это случится, потому что если ты будешь решать удар, если ты будешь отвечать, за себя сам, то есть формировать свою реальность, это так круто. Вот ты осознаешь, вот ты владеешь своей жизнью, жизнь в твоих руках, это же так круто, это такая свобода в действии, это вообще нереально. И от этого, к этому нужно прийти, нужно освободиться от дебильных родственников, от дебильной семьи, от дебильных всех знакомых, друзей, не друзей. Кто тебя бесит, раздражает, кто вообще, кто тебе надоел, кто тебе не нравится, как он сделал, предал, разочаровал, что-то плохое произошло, что-то он не помог тебе сделать, а мог бы, это показывает его реально отношение к тебе. Кто человек, это и всех этих людей, если убрать, столько энергии освобождается, боже, это просто нереально круто. И ты действуешь, и ты находишь новых друзей, новых людей, и ты с теми, кто тебя не предал, кто тебя не разочаровал, кто с тобой, кто за тебя горой, и ты за них тоже горой. А кто ничего не сделал для тебя, или не сделал недостаточно, или сделал не то вообще, то есть, вот правду говорят, в невежестве человек может тебе навредить. Он тупой, он идиот, у него с мозгами не в порядке, или он, ну, не умеет во все, в принципе, с этой реальностью обращаться, то есть не знает, как что сделать. Ты с такими людьми будешь общаться, когда у тебя мозг в совершенно другом уровне, ты на совершенно другом уровне находишься, ты будешь с невежественными людьми общаться, невежественными, мягко сказано, просто с тупыми, которые не знают, как ничего делать. Ничего не знает, как делать. короче очень важно быстро принимать решения в соответствии с новыми реалиями и лавирует между ними это нести самых высших а то что когда вот жизнь относится что-то новое и не знаю что будет впереди ты знаешь что ты хочешь конце но вот как выстраивать эти мостики как выстраивать эти ступеньки твои цели горы что ты делаешь как ты строишь это вот насколько ты четко все это простроить как ты сможешь так лавировать это зависит в успех как я запустила давно с другой социальной сети а мультик про киви которая это птичка без крыльев и она построила с помощью клюва и лапок себе короче с горы она летела построив там из деревьев целый лес что-то такое мультик так называются по коротеньке по данной ворота саундтрек это короче из донни дарка фильм если вы смотрели раньше я много-много лет смотрела секрет хаусный фильм это один из моих любимых жанров на тот момент но в принципе сейчас я не такой посмотреть на меня очень сильно сердце мне очень грустно от этих фильмов становится я поэтому старалась оградить себя от этих фильмов что они очень глубокие они прям ранят твое сознание и ты так сильно загоняешься за них они настолько вот о подсознании и о том что вот глубинное самое если прям вот все на трогу сестру и брата Они в самой соседце находились, кстати, ну правда неделю, но она была независимая наркоманка, а вон еще молодой тинейджер, и вот они вместе трясили, и так грустно. У всех людей все равно есть какие-то отношения с другими людьми, они, когда смотрят фильмы, они сравнивают, а вот так у них, а вот так вот там, и все. А могло бы быть иначе у нас, то есть вот какие-то люди в твоей жизни, они похожи на каких-то героев иногда, и, казалось бы, вот, они были бы более толерантны, более бы добрые, более бы такие, а они там грубые, злые, агрессивные, к примеру, но все равно отдаленно похожи на каких-то героев. И там ваша история, хоть там тебя брат мог бы быть более добрым, твой муж там мог бы быть более терпимым, нежным и все прочее. А в итоге на деле не так, но это очень грустно, и это очень задевает, что вот в кино все равно более перфект. Короче, в любом случае, такие вот фильмы стоит посмотреть, особо надо. Вообще, в этой жизни много что стоит делать, я прям это говорю, слезно ворачиваться на глаза. Я надеюсь, вы вообще понимаете, ловлю эти сути разговора, что я говорю, о чем я говорю, и все те, кто меня понимают, я очень рада и благодарствую. Потому что я очень сложно найти, с одной стороны, иногда людей, которые тебя понимают, которые не поверхностные, которые смотрят самые глупые, и они не тупые, не понимают тебя. Кстати, парковочные часы, когда кто-то приватизировал землю, на которой ты живешь, это вообще, типа, это ненормально. То есть мы все родились в этот мир, и общая земля не должна быть под властью государства, это вообще ненормально, потому что люди должны жить свободно. Да, государство, политики в частности, решают какие-то дела для государства, но они не должны собирать дань и пошлину с народа, это ненормально. Кстати, я хочу рассказать про турецких мужчин. В Турции живут курдиши и турки, и они друг друга ненавидят, так же, как ненавидят друг друга гальф и надгальф арабы, потому что одни богаче других. А турецкие, эти курдиш-мены могут сказать, что арабы страшны, хотя я так не считаю. Для меня турки это как-то так, серьезно. Ну, вот эта внутренняя конкуренция, типа, превосходится одной национальной другой, а здесь они прямо так и говорят, то есть, что ненавидят арабов. И еще пытаются сказать, будто бы арабы пьют, арабы еще что-то. Арабы в очень малой степени пьют, и есть арабы-христиане, не мусульмане. Они, да, бывают, выпивают, а мусульмане в основном вообще. Даже не могу никого вспомнить, кто бы пил. Кури, шишу, да, это понятно, это все. Короче, это, конечно, очень странно, но Турция, как оказывается, это не Лондон, потому что высокоскоростный интернет это не про это, но про эту страну. Во всем виноват Эрдоган, как они здесь говорят. Может быть, доля правды в этом и есть, кто знает. Вообще, некоторые правители в отстающих странах вообще, понятно, что, наверное, если бы их не было, были бы какие-то другие, не знаю, которые были бы еще хуже. Непонятно вообще. Нет, все хуже, поэтому не сложно. Короче, ладно, вот с этих странах правители. Правители виноваты, да, потому что... Почему в других странах все ок, а других нет? Потому что кто-то, кто-то помнит. Хочу сказать, как меня дико раздражается. Это ханджинская тематика. Типа в Инстаграм нельзя постить какой-то сексуальный контент эротически. Нельзя на кликбейты ставить попы, там, не знаю, короче, тело даже. Тело и что угодно такое вот, ну, я даже уже не эротическое ставлю, просто тело в белье, без каких-то особенных поз. Это уже вызывает и эротику. Все жалуются на эти изображения, еще что-то. Вы что сюда через, не знаю, через Святого Духа пришли в этот мир? Вы сексом не занимались никогда? Да, окей, так вы сюда попали вообще, и вы будете им заниматься? Либо, если не будете, так вообще не смотрите соцсети. Меня просто убивают люди, которых реально комплекс шлюхи Мадонны, дипов комплекс. Вот эти вот, особенно парни такие вот в жизни наверняка многим девушкам встречались, например, они, ну, встретили девушку какой-нибудь секс, и она там модель, она там вся такая из себя. Потом они начинают над ней издеваться и говорить, да, ты шлюха, ты такая. При этом она может и не быть шлюхой, или еще что-то там. Или, да, у тебя там открыта грудь, или у тебя там, это, как его, в соцсетях такие фотки. Такие фотки, это в стиле, там, в белье просто, или в купальне, или еще что-то. Сокройся, прикройся. Эти мужчины даже могут быть, могут не быть... Все знают прекрасно, что к чему. И, как бы, ну, я думаю, кто взрослые люди, тот поймут, о чем я говорю. Короче, религия, в принципе, никого еще ни от чего не удерживала, так скажем. Мне просто раздражает вот это двуличные двойные стандарты, когда люди говорят сначала одно, а потом другое. Когда, например, парня сначала, парня привлекла именно сексуальная девушка, что она там красиво двигается, танцует, на шпагате сидится, такая модель из себя. А потом он же ее начинает за это же игнобить. В чем логика вообще? Так если вы не умеете обращаться с сексуальными девушками, с сексуальными людьми, так вообще не общайтесь с ними. Не смотрите их контент, не заводите с ними отношения, если у вас с головой не в порядке. Но это называется с головой не в порядке, потому что это к психиатру нужно обращаться. У кого когнитивный диссонанс, они не могут понять, то ли они, да, занимаются сексом, и все у них в порядке, или там, короче, они осознают свою сексуальность как что-то нормальное, а не как что-то грязное, аморальное. Мне просто-просто все хочется таких людей отправить в психиатру, и эта клиника даже порой, мне кажется, и не лечится. Тут потому что нужно десятилетиями, наверное, понимать вообще, что к чему. Это ужас какой-то. Так вот, сейчас Инстаграм взял такую вот моду удалять эти какого фото, видео там эротического контента. Даже нету никаких сосков, к примеру, нет открытых гениталий. Это просто человек в белье, там, либо он сексуально двигается, либо просто стоит, если на фото ты. Так все, нет. На кликбейты не поставишь ничего, вообще нигде ничего не поставишь. Мир сошел с ума, реально. То там вот этот расизм повсюду, который черный, нельзя говорить. Окей, черный, нельзя говорить, но при этом... Я просто в шоке, на самом деле. Толерантная толерантность, окей. Нетерпимость к нетерпимости, окей. Но когда уже это переходит границы здравого смысла, в принципе, все, что происходит в последние годы в мире, переходит все границы адекватности, я считаю. Многие реально с кукушкой своей попрощались и гнут такую линию странную. И это поддерживает там корпорации. Ну, то есть, понятно, что этим всем заведуют обычные, ну, как сказать, настоящие люди, которые здесь живут, в этом мире. Но они явно перегибают палку. Вот. Короче, такое. Работать нужно на себя, и часто то, что некоторые люди могут читать о недостатках, типа, я, например, не люблю рано вставать, я не люблю день, я не люблю тратить время бессмысленно на перекладывание бумажек или все что-то. Короче, все ваши недостатки, это ваши особенности, которые являются вашими плюсами и путем к вашему успеху, богатству, счастью, самореализации. И когда вы это поймете, тогда все станет из своей места. Вы поймете, как вам нужно жить, что вам нужно делать, и это, естественно, обрубить все связи с темами, которые так не живут, потому что они вам жить не дадут. Когда? Потому что, если вы особенный, то и живите как особенный, вы будете только с особенными такими же, как вы, с уникальными, с крутыми личностями, а не с теми, кто раб системы пытается вас так же сделать живым. Вот так вот. Вот, ладно. Для себя я давно поняла, что самое сексуальное для меня это деньги, и самое возбуждающее, что может быть, это когда у меня есть деньги. Вот это реальный секс, а все остальное, ну так, как бы, да. Что меня мотивирует в жизни, это моя смелость и мои мечты. И я сама себя мотивирую в прошлом, то есть я вспоминаю, какая я была крутая, и я понимаю, насколько еще круче можно быть, и что можно сделать, потому что для меня нет предела совершенства. я во всех своих опостасях, во все времена всегда было очень круто, и меня это дико мотивирует стать еще более крутой, то есть я проверяю жизнь на прочность, мир на прочность. и когда я вспоминаю, где я была, что я делала, что вообще меня окружало, кто был рядом со мной, и как я хочу еще круче, это меня дико мотивирует, и я знаю, что я могу, я умею, и я все могу сделать с помощью своего мозга. это очень круто, и вот так идем. господи, я во время карантина стала жутким гиком. как склеить 13 девушек сейчас пользуюсь в машинное обучение в тиндер, короче, искусственный интеллект это то-се. вообще, комментарии, это вообще улет. что там? за 25 лет фраза мальчик в клубе склеил модель изменилась значение всех четырех слов, куда бы там девать столько склеенных девушек, там, короче, они хотят увеличить свои шансы на размножение, а размножение это все как-то на успех. ааа, ааа, не могу, короче, типа, им не нравится в итоге, а, этичная сторона вопроса, им не нравится, что происходит роботизация отношений между мужчинами и девушками, это геймификация также, и геймификации уже нету, наверное, уже асексуалы скоро придут, мне кажется, поколение Z, это про это, я думаю, мне кажется, я уже от них понахваталась. так, я думаю, слово модель для многих из нас, разработчиков, также поменяла свое значение, в этом случае модель поменяла свое значение дважды. боже, я в шоке, вспоминается Тау, вспоминается Зои, фильмы, очень крутые, ааа, бань гад, кто из вас использует тиндер? господи, к чему я пришла, тест Тьюринга, господи, то, что многие программисты могут болеть приполяркой, каким-то психическим расстройством, я думаю, никого не удивит, потому что социопатия в некотором роде может граничиться этим, но не всегда так, но вылечиться такой человек может, если сам захочется, и на него не подействует какие-то таблетки, если он не принимает свою болезнь как-то болезнь или хочет вылечиться. Да, такое дело вообще. Хики и биполярка, и социопатия, и аутизм, что-то все очень такое рядом ходящее, так скажем. Вообще очень много зависит от мозга, от восприятия жизни, какую модель поведения ты выбираешь, то есть мы все выбираем быть какими-то героями. Нам импонирует что-то, какая-то модель поведения, и... Поэтому если человек верит в то, что он крут таким образом, то никак его от этого не избавить, если он этого не хочет, это все. Просто ему нужно быть с таким лишь, как он. Я тут развела опять себе. Короче... Ланги, да? Я, короче, придумала, что я буду делать. Ролики еще будут загружать. Маленькие ролики будут загружать ночью. Я тут внезапно поняла, какие ролики я хочу загружать также на YouTube. Каких у меня накопилось-то, в принципе, достаточно, чтобы... Короче, всё. увеличить просмотры, и мне они дико нравятся. Сейчас вы уже, наверное, поймёте, о чём я, потому что я уже, наверное, какие-то такие ролики загружу к тому моменту, пока выйдет вот этот полноценный влог. Короче, я поняла, что меня реально вот как меня раздражало всегда Facebook, а потом, когда он поглотил Инстаграм и Ватсап, ещё больше. Система ранжирования в Инстаграме вообще дико бесит, а YouTube, слава богу, отдельная история, там вообще великолепные люди работают, я считаю, которые действительно с головой и подходят к вопросу ранжирования тегов и всего прочего, как вообще продвигать видео, как пользователи должны находить эти видео и всё прочее. Они делают такую огромную работу, они действительно просто делают great job, и у них это работает вот прям как часы. Их алгоритм. В Инстаграме же полный хаос, вообще невозможно ничего толком найти, хэштеги кое-как работают, наверное, только которые вот private, сами пользователи, например, я там делаю, например, рефи пинкман, хэштег. Да, по нему можно там найти что-то, или ещё какие-то там эфи адекватные, феминизм. Но все остальные это полная мусорка, вообще невозможно ничего найти, что пропадает любое желание делать там контент, то есть его там размещать. Тем более у меня триггер насчёт фейсбука, даже уже насчёт ватсапа, я так думаю, потому что всё это совместилось воедино. И инстаграм, как вот пять лет назад я бросила его вести, вот прям так постоянно. Я была одна из первых, кто его вёл, и теперь, короче, ну, уже лет пять я его не могу толком вести нормально, потому что мне полно других дел, всегда они в предотекте больше, чем инстаграм. Какое-то время бывает, я вот веду его, веду, мне так жутко надоедает, что потом думаю, фу, нет. Поэтому, короче, когда это прощается какую-то обязанность, это принясь. Так вот выглядят мои губы сейчас. Всё чудесно. Всё прошло. ё, всё 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 Продолжение следует... 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 или какую-то песню выучу и спою нереально. Или, может быть, чтобы это всё закончилось, нужно выучить танец и спеть песню. Интересно, может быть, поэтому прикол. Короче, прикол в том, чтобы что-то делать, это точно. Я рада, что я могу улыбаться, несмотря на весь пиздец жизни и в мире происходит много всего плохого и в моей жизни. Порой происходит ну просто трэш, просто нереально. Ну откуда это всё берётся? Откуда? Вот. Короче, делитесь в комментах, если у вас так же. Делитесь своими историями из жизни. Я всегда буду рада почитать, что-то обсудить с вами. Если кто-то ко мне с добрым намерением, я всегда рада. Жизнь для нас хранит и приятные сюрпризы тоже. В интернете можно найти каких-то приятных собеседников также. Всякое возможное. И всегда я рада бизнес-сотрудничеству, если что-то по путешествиям, что-то по рекламе, что-то по какой-то тематике интересной. Косметология и всё прочее. Короче, я желаю всем улыбаться, несмотря на весь ужас, который происходит вокруг. И успех — это лучший реванш. И ваша улыбка, несмотря ни на что, только украсит вашу жизнь и жизнь ещё кого-то. Потому что, когда мы смотрим на позитивных людей, мы наполняемся прекрасной энергией, мотивацией, что-то делать, не останавливаться на достигнутом, не закапываться в своих проблемах и не рыдать нам срыто годы подряд. А толку от этого, да? Вот. И поэтому всем желаю хорошего настроения. Всем лавки, мои лавли гайз. До встречи. Бай-бай. Си ю. Субтитры сделал DimaTorzok